всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать расклад который предложила татьяна называется он дин диагностика ведения вашего мира на данный момент значит позиции начиная с голубенького до голубенький красненький зелененький камушек 1 2 3 позиция выбирайте тайм-коды есть в описании к этому видео точно так же как есть две ссылки одна ссылка на список раскладов моего канала до либо вы просто переходите на главную страничку на основной и в разделе плейлистов смотрите какие плейлисты есть и какие в них расклады и вторая ссылка это мои услуги там в документе помимо тех услуг которые я предлагаю есть еще и мои контакты то есть почта и если вдруг вы хотите со мной связаться и так сегодня да я буду работать на колоде небо и земля и колода николета чиколи вот который мне очень нравится немножко сонастроюсь так 2 секунды ну вроде бы все да и давайте мы с вами посмотрим так отодвигаем в сторонку эти два и приступаем позиция номер один голубенький камешек первый вопрос каким вы видите мир помним да мы смотрим всегда в разрезе момента здесь сейчас почему я это всегда напоминаю это очень важно потому что в том настроении в котором вы смотрите у вас и видение мира до меняется немножко настроение то есть те очки которые вы носите и через призму этих очков меняется как раз ки и ваше видение и так 455 вопросу до 4 и 1 уточняющий до 45 которое мы будем рассматривать сегодня так значит первый вопрос главное наверное да каким вы видите мир сейчас но то что я сказала в разрезе момента здесь сейчас выпадает тройка мечей вопрос так его знаете вот не вопрос а ощущение какого-то очень трудного этапа вашей жизни сейчас именно момент сейчас где-то вы возможно о чем-то вы горюете как-то вот переживаете знаете больше даже делаете сами себе больно нежели обстоятельства какие-то такие существует на данный момент здесь энергия немножко такая я не могу сказать что-то вы прям плачете плачете хотя тройка мечей про это говорит а здесь скорее всего больше такое знаете упачечка и состояние когда даже я не знаю как вам его переописать описать потому что его можно спутать например какой-то грустью до с апатии но здесь скорее всего уныние здесь скорее всего мне идет энергия разочарования разочарование как-то знаете в самом себе в самой себе с чем связаны эти разочарования не знаю как то вот вы увидели себя с какую-то свою грань и это 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 старая да это давненько это не то что я вот недавно как-то у вас появилась до всего развить в ситуации в какой-то который вас развивала вот а это как-то узнаете какой-то давний слой всплыл вашего неосознанного такого состояния и вы как будто бы на это увидели увидели себя и впали в некое такое уныние от того что узнаете это вот когда очень похоже когда человек видит проявление своего эгоистичного характера то есть чаще всего мы не замечаем с собой ничего да нам проще видеть это в других людях а вот здесь вот получилось как будто бы вы увидели да как в каких-то моментах вы действительно проявляетесь достаточно эгоистично и вот ощущение того что вы увидели эту грань в себе и вам от этого стало ну неприятно не по себе очень дико ну дискомфортно и вот вы сейчас смотрите на мир через вот а если бы я не была таким человеком да вот почему-то через какую-то конкретную грань себя вы сейчас смотрите на мир и она неприятная и это вызывает у вас вот именно слезы боль разочарования то есть вам это ну не комфортно и здесь знаете здесь такая вещь что вроде бы и в себе принять это неприятно и в то же время и отказаться то вы не можете потому что это вы и вот здесь такое ощущение а что теперь делать то есть знаете как-то вот и поменять себя нету сил здесь сил нету здесь энергии вообще не хватает да то есть если даже вы хотите как-то на чем-то работать сейчас не самый благоприятный период потому что нету сил нет энергии и здесь вот ощущение того что и как-то вот неприятно хотелось бы вот это в себе исправить да но и как-то не то чтобы не понимаете а зачем вам это нужно вот ну нету сил да то есть с этим работать и единственное что вы можете очень глубоко переживать по этому поводу здесь очень какие-то глубокие неприятные осознание себя переживания себя и вот через это состояние вы сейчас смотрите на мир ну давайте еще уточню до окон повишенного здесь вот как раз таки знаете вы увидели в себе тот момент когда вы жертву здесь сценарий вы увидели до сценарий жертвы вы увидели когда здесь мне знаете что показывают с одной стороны вы увидели в каких моментах вы проигрываете жертву а с другой стороны это не то что вы не знали вы это знали о себе но как-то знаете на себя посмотрели и здесь больно больно от того что а для чего я это делал да то есть вы как будто бы увидели что через ваши действия поступки когда вы к примеру вот я сейчас проведу пример потому что я так много говорю и это ощущаю мне кажется что вы не совсем меня можете понять к примеру когда вы например вступаете в отношения и вы видите изначально что человек вам не подходит потому что тройка мечей она всегда говорит что у меня есть осознание понимания но я не слушаю свое сердце я не прислушиваюсь своей интуиции и я как-то логика подавляю свое вот это вот интуитивное ощущение наступаю себе на горло и выпадает как уточнение аркан повешенного здесь значит момент такой выбираем себе партнера мы понимаем что этот партнер нам не подходит но мы в какой-то степени одержимы да то есть здесь мы сразу как будто бы включаемся в какой-то урок что я хочу вступить в отношения да то есть ощущение того что я могу вложиться и все будет хорошо да то есть вот какой-то такой самообман и завышенная уверенность в себе хотя изначально глубоко вы понимаете что это ошибка и ситуация разворачивается таким образом что вкладываете складываете складываете в этого человека вкладываете очень много сил и ресурсов до чтобы изменить чтобы помочь ну условно говоря проигрывать роль личного психолога и в какой-то момент вы хотите вы того или нет вы понимаете что это ни к чему больше не приводит и надо поставить точку и вот наступает вот этот вот момент разочарования когда вы поставили точку но здесь смотрите какая двоякая игра с одной стороны вы понимаете что вы очень много вложили в этого человека и вы это хотели это был ваш выбор да это не то что вас человек просил это вы этого хотели а с другой стороны более здесь и разочарование не потому что ничего не получилось а потому что вы увидели насколько через эти вложения вы обесцениваете себя и вот здесь вот это вот знаете очень глубокий слой осознание своего собственного обесценивание за счет того что вы отдаете свои ресурсы другим людям здесь проблема не в том что вы вложились человека здесь вопрос том что вы не воспользовались сами для себя своими собственными ресурсами и вы с одной стороны знаете и результат не получили с другой стороны как будто бы вот остались но условно говоря на мели да то есть вы в своих глазах упали до ваша оценка себя она принесла вам боль до вы разочаровались в себе что вот блин столько я сама себя обесценила да то есть и вот здесь вот это вот как разки проявления нашего эго говорящие о том что я-то о себе было лучшего мнения а тут как будто бы знаете вот этот маска спала и вы показали свое уязвимое место да что может быть в этих отношениях вы действительно любили этого человека и вы вкладывались потому что вы хотели вы верили в эту любовь это иллюзия возможно и не иллюзия да возможно это и реальность но на тот момент это было ваше восприятие и вы понимаете вы отдали часть себя а тут вы увидели что вот этого часть вас она никому не нужна была что то что вы делали это было только нужно вам не другому человеку и таким образом вы как будто бы ощутили что вы себя обесценили и вот от этого сознания вам стало очень сильно больно здесь вот как раз таки бой от того что я вкладываюсь а результат не получаю и здесь вы увидели вот этот свой сценарий для чего вы проигрываете жертву для чего вы то есть проигрываете для там скорее всего как показатель того что вы себя не цените и вот здесь это больно признавать и поэтому вот вы сейчас в таком ну ракурсе смотрите на мир но в этом есть и плюс что вы наконец-таки увидели свою ценность наконец-таки вы поняли осознали кто вы то здесь не нужно акцент делать на другом человеке либо на какой-то ситуации да в которую вклад там я знаю что это профессиональная сфера то есть пример про отношения был только для понимания и а скорее всего этот урок был дан вам для того чтобы вы поняли и осознали свою ценность чтобы вы как раз таки по повешенному пересмотрели ситуацию что отдача и вкладывание в кого-то это по сути ваше собственное желание вложиться в самого себя но себя то я не знаю себя то я не понимаю я не знаю во что к чему мне приложить эти силы и мне проще приложить эти силы к обстоятельствам к ситуации к людям до чтобы там создать то здесь знаете вот ощущение того что я хочу создать себя я не понимаю как это сделать и через другого человека создавая его до либо обстоятельства либо ситуацию какую-то я как будто бы создаю сам себя здесь вот такой знаете достаточно интересный такой психологический момент проходит но однозначно он был дан вам какой бы урока здесь не был как раз таки на оценку понимание себя чего вы себя лишаете да во имя чего то есть под понимание здесь свои собственные оценки свои собственные значимости него а именно настоящей ценности да что в себя надо вкладывать до себя надо ценить себя надо уважать и вот это вот себя как я пойму кто я вот вы как раз таки поняли это через то что вот через какую-то утрату своей части здесь чувство такое что вы потеряли часть себя его когда вы потеряли да имея не ценим до потерявший плачем вот вы как будто бы потеряли что-то из на проект партнера бизнес партнера не важно что и вы поняли себя и вот здесь вот акцент надо сместить с горечь и утратой на себя что именно этот урок он был очень важный чтобы вы поняли как-то знаете к себе стали иначе относиться вот такое вот у вас видение причем если мы говорим видение мира это некий сценарий да некие очки которые я говорю мы одеваем это не обязательно розовые очки это очки с неким таким прописанным шаблоном вашего поведения куда бы вы не посмотрели неважно в какой сфере вы будете смотреть через эту призму и вот здесь вот призма именно жертвования то есть здесь велика вероятность что вы проигрывали эту жертву по-разному да это здесь не обязательно когда я жертву например в личных отношениях да здесь вы можете пожертвовать своим собственным здоровьем своим собственным временем своими какими-то взглядами убеждениями когда вы подделываетесь по другого человека либо по обстоятельству но вот здесь вот такой вот обширная такая призма до что я жертву и казалось бы знаете это это ваш выбор вот фишка здесь в чем в том что это был ваш выбор но вы в тот момент когда вы не получили то во что вы верили да то во что вы вложились вы очень хорошо ощутили такая знаете хорошая пощечина была потому что а где здесь моя ценность и вы ценность то поняли через жертвования иначе бы вы не смогли понять вот здесь вот это вот урок очень такой серьезный я бы сказала и сейчас вы пересмат отсюда вот это вот горечь отсюда вот это вот боль но если вы погрузитесь в эту боль до в это разочарование что блин я себя обесценил это больно это больно когда вы это видите по-настоящему но в этом есть и плюс почему потому что после этой боли произойдет некое такое перерождение начнете к себе относиться по-другому и вот в этом то плюс и казалось бы что то что вы получите да когда вы это получите вы это а вы это будет обязательно не переживайте а когда вы это получите вы наступит момент когда вы скажете ну то есть это того стоило это стоило в переживании вот этих вот всех неприятных ощущений почему потому что теперь я стал другим вот вот ради вот этого другим стоит все и всю эту боль прожить уж какой глубокий урок один вопрос ответил хорошо а каким вы видите себя в этом мире четверка педаклей в этом мире а вот через призму чего вы смотрите вы увидели знаете себя себя жадину я редко говорю по четверке педаклей про жадность да но вот в данном случае энергетически мне здесь очень хорошо это описывает вы видели себя насколько вы не развиваетесь в этом да то есть то что вы считали что идет развитие на самом деле это была некая такая стагнация да и она была связана с тем что вы старались что-то удержать вы за что-то держались и здесь держали скорее всего за те ценности зато видение до в данном случае о котором я только ранее рассказала вы держали за это видение потому что она была вам ну вот как-то очень важным очень ценным но в этом не было развития и сейчас вы как будто бы это увидели так давайте уточним еще каким вы себя видите в этом мире 21 аркан вот смотрите сейчас вы как раз ки урок прошли поэтому я и могу сказать потому что выпадает аркан мира до завершения то есть вы увидели себя жадным человеком тем которые держатся за что-то в данном случае за убеждение за вашу какую-то веру то есть вот здесь педакли они не как финансы а как ценность что-то значимое для вас и вы держались за это потому что в этом был какой-то смысл во для вас да то есть вот вот это вот жертвование для вас это был смысл но сейчас это уроком пройдет потому что 21 аркан вы уже готовы пойти в новое да то есть вот сразу смотрите из малого аркана это та ситуация которой мы можем повлиять да вы сразу переходите великий аркан причем не простой а завершающий великий аркан а когда урок действительно пройден до когда он уже завершён когда вы готовы пойти в новое причем вот в двадцать первом аркане николета чиколи девочка стоит вот в этом шаре да здесь просьба розовый домик и она подошла к этому стеклянному шару изнутри и смотрят вовне она готова его разбить выйти да то есть выйти из чего розовый домик приятно комфортно сладко но при этом как-то вот придет просвещение и вот вы как будто бы присытились этим каким-то постоянством и в данном случае здесь постоянство заключалось то что за что вы держали что вот это вот было ценности на это были ценным что-то может быть отношения может быть есть на вот причем даже не то что отношения а здесь это ценным было вот это вот ваше видение вы за него держались за это убеждение что да возможно надо чем-то жертвой да возможно да это дальнейшем даст какого-то какой-то результат и вдруг неожиданно вы увидели вот это свое убеждение что никакая жертва во вред себе это не дает никакой пользы кроме той что вы осознаете собственную ценность что так делать нельзя вот здесь вот очень такое важный момент хорошо что действительно происходит в мире да сейчас отшельник пересмотр и вот исходя и того что вы осознаете того что вы понимаете вы вошли в уединение для того чтобы определиться со своим дальнейшим путем да то есть а какие дальнейшие мои может быть ценности либо взгляды какой путь мне выбрать король копков какой путь путь знаете как отказа отказа о прошлых каких-то эмоций именно эмоции и в данном случае вот это вот эмоция страдания вы отказываетесь да то есть вот это вот жертва она приносила я вспомнила слова просто иногда слова не могу вспомнить ощущаю слова вспомнить не могу вы ощутили страдания переживания да вот это вот боль и вы сейчас пересматриваете да я не могу сказать здесь знаете какой момент головой я понимаю что больше не хочу страдать но это все-таки потом который был много лет вашей жизни да поэтому я сказала это что-то старое глубокое внутри вас возможно и не в одном воплощении вы это проигрывали и сейчас отказаться нужна смелость на этой головой вы понимаете да то есть понимание есть но осознание как такового то есть пропустить это через опыт и сделать своим опытом еще такого нету да есть готовность отказаться потому что отшельника это еще не принятое решение это вы еще как будто вы знаете пересматриваете как ну как то вот что-то еще ищете да в этом какие-то смыслы для себя потому что здесь то вы держались по четверке пиндакли за эти смыслы его сразу отказаться от них это не так-то просто да то есть это вот еще расскажу отказаться как-то вот от своей шкуры какой-то да как змея либо ящери сбрасывают это ну то есть уже готовность есть но еще самого процесса нету и вы готовы уже здесь отказаться от каких-то страданий от каких-то переживаний и как следствие вы сейчас не взаимодействуете с миром вы сейчас больше в себя на как-то знаете вот до проживаете вот эту вот боль до проживать вот как-то прощание момент прощания идет на то есть я постепенно постепенно прощаюсь я свыкаюсь с этой мыслью что этого больше не будет вам во мне на самом деле может кому-то показаться со стороны если это кто-то не проживает да этот момент что блин что за чушь да откажись но для вас те кто смотрит меня сейчас по первой позиции и ощущает это сложно это больно это отказаться просто так от страдания человек который всю свою жизнь до прожил в этом не так просто потому что нету нового паттерна нету нового примера то есть допустим если не будет страдания то что будет вместо этого это знаете как условно говоря слона которого держали либо животных любых которых держат зоопарке их потом их выпускают на волю да это дикое животное а там лев слон но сложно выжить а потому что нету инстинкт выживания есть но повадков нету выживания и это сложно то есть если даже вы выберете место страдания сейчас счастье вам все равно будет хотеться вернуться и здесь вот как раз и нужна и смелость не возвращаться то есть отрезать пускай это будет коряво до счастья пускай допустим если вы выбираете к примеру там либо любовь я не знаю кто что выберет пускай это будет как-то вот ну неудобно неприятно хотя это все-таки позитивные эмоции но здесь главное не возвращаться назад и в этом то есть сложность да потому что привычка привычка она просто так меняется так раз два три а это последние две на чем сейчас ваш фокус внимания на императрицы вот как раз таки независимо того мужчина или женщина кто смотрит первую позицию ваш акцент как раз таки сейчас на статусе на статусе и статус не каких-то атрибутах а статус имеет именно ценности себя до значимости себя в важности здесь вы как будто бы сейчас сделали акцент на то кем я хочу то есть вы занимаетесь процессом моделирования какому какой модели я буду соответствовать если например это человек который любит себя то как это будет выражаться физическом мире в каких действиях каких повадках взглядах да возможно новые убеждения то есть вы сейчас моделируйте создаете себя создаете себе вот это вот статус которому вы будете соответствовать то есть здесь вот как будто бы новое видение себя но вы еще в эту модель которую вы создаете вы себя еще не запихали да то есть еще нету соединения здесь просто создание до некой такой голограммы но чем эта голограмма будет наполнена еще слияние вас этой голограммы нету есть только создание это когда мы рисуем да выбираем себе аватарку какая это аватарка будет какие цвета какие взгляд ну то есть вот то есть полностью это еще аватарка не готова вы ее создаете и вот на этом вы держите сейчас фокус внимания давайте я еще уточню здесь и вот смотрите тройка мечей выпадает на повторе то есть на чем фокус внимания вы смещаете со страдания с боли до с переживания со слез уже стараетесь больше делать акцент на более гармоничный да на более приятных энергиях то есть у вас знаете как идет не то что вы создаете себе сразу хорошее что-то да то как вы хотели бы чтобы было а вы идете путем от обратного то есть окей раньше я страдала вместо страдания что есть то есть у вас выбор идет от негативного не к позитивному сразу а путем от обратного например я не хочу быть этот как это я не создаю себя например стройную да на сразу а наоборот вы идете от путем когда человек был с излишним весом и вот он смотрит где был излишний вес например либо лишний вес на животе значит в моей аватарке живот должен быть плоским то есть вы не сразу рисуете ту фигуру который хотите а идете путем от обратного что я не хочу иметь не то что я хочу иметь а что я не хочу иметь то есть если были страдания например в отношениях значит теперь я не буду страдать но я еще не понимаю а что я хочу вместо этого вот здесь как-то так на каких событиях вы держите акцент здесь нету какого-то конкретного акцента здесь по двойке педагли здесь есть такая знаете мышиная возня то есть я отключая как будто вы знаете переключаюсь на что-то другое лишь бы не заниматься именно созданием себя это не побег в данном случае а здесь как будто бы идет некое такое переключение то знаете как очень много было более вот этих всех осознаний и сразу переключиться на что-то такое позитивное очень сложно мне надо время до переварить это да это вот когда вы поели очень плотно и прошло если едите белки да то на переваривание белков занимает там два-три часа и вот прошло как будто бы два часа и казалось бы да я уже время от обеда далеко но процесс еще не завершён да вы как будто бы до переваривать вам нужно до переварить для того чтобы потом уже думать о какой-то новой еде чтобы приготовить что-то вот здесь вот как-то что-то такое идет поэтому я не могу сказать что вы убегаете здесь не побег от реальности а здесь скорее всего такая знаете переключение да наш на что угодно причем здесь переключение может быть на коммуникацию переписки какие-то да общение в соцсетях какая-то такая вы знаете суета может быть даже и бытовая там что-то приготовить куда-то сходить что-то сделать лишь бы себя занять чем-то еще на каких событиях каких событиях королева мечей знаете как то вот более холодных таких что ли на отсекание я бы так сказала да то есть не на принятие решения а вот вы отсекаете вам что-то предлагает в гортнение это не хочу да я это не буду делать не то что есть какая-то цель и вот вы полностью сфокусированы нет а здесь что-то вам предлагается вы говорите нет я это не хочу например пойдем куда-то гулять нет я не хочу то есть вы не говорите что я вот сейчас например занят не знаю там уборкой дома вы говорите я не хочу этого дела то есть опять-таки путем отсечения чего-то здесь знаете присутствует все равно какая-то хитрость какой-то обман самообман и вот самообман в контексте того что я занимаюсь созданием себя либо там знаете как сейчас рассмотрением каких-то вот своих сценариев все такое нет вы сейчас вообще не работаете собой да здесь я же говорю как-то вот ну может быть кто-то просто зависает в интернете не важно чем вы занимаете какая-то вот просто мышиная возня вот но себе вы говорите что я как будто бы ну временно временно да здесь сейчас не буду заниматься собой почему потому что еще раз говорю вам надо да прожить здесь еще есть такое а может все таки вернуться да это не качели а это вот какие-то моменты знаете вот я утром проснулся да все хорошо я позитивный день 23 а на четвертый год и снова скатились пошел откат да некая такая ремиссия возврат возврат во что-то такое просто а может быть все таки там там же удобнее да то есть вот это вот переход как раз таки на что-то новое на создание каких-то новых привычек не так легко поэтому в этом где-то хитрите да особенно когда вот в те моменты когда вас отбрасывает назад а может быть все таки так лучше было бы да а может быть все таки так проще вот визуально это знаете как похоже что вот эти два ангелочка да скорее всего до черный и белый вот и значит три дня этот белый шепчет а потом все равно как-то этот черный очень громко теперь моя очередь теперь я буду тебя искушать и и человечек сидит так и не знает что выбрать вот она здесь очень важный период если вы смотрели прошлый расклад до краски у единичек выходила башня до по моему аркан мира опять выходил такие значимые моменты ну это вы период этап сейчас такой проживаете до завершения чего-то причем очень значимый потому что здесь идет ценность себя это была первая позиция переходим с вами к позиции номер два позиция номер два и как я говорила единичкам двойки скажу и вам рассматриваем в моменте здесь и сейчас в том настроении в котором вы смотрите то есть вы можете посмотреть там я знаю завтра послезавтра таком настроении будете выбирать другую позицию либо даже если эту но услышите по-другому это важно настрой он важен это призма то призма те очки через которые вы смотрите на мир так если будет также серьезно как и в первой позиции то мне на весь расклад не хватит энергетически итак смотрим как вы видите мир семерка мечей знаете у меня сразу песня от колобка да не песня колобок говорил я и от бабушки ушел я и дедушки ушел и от тебя уйду да вот что то здесь такое какая-то такое видение до некой такой хитрости до от этого ушел от этого ушел и тут ушел от себя уйти не можете и вот здесь вот это вот энергия дам как раз таки проходят как говорится на варе и шапка горит всех обманул всех перехитрил а себя не получается конечно великие арканы выпали поэтому я и улыбаюсь в аркан смерти и аркан колесницы то есть всех перехитрил всех обманул до чтобы не двигаться дальше а сам себя обмануть не могу все равно так или иначе либо я понимаю что мне нужно войти в какую-то трансформацию своем сознании для того чтобы двигаться дальше либо так или иначе это со мной произойдет то знаете как будто бы всех обманули не 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 вошли что мне не надо да мне не надо как-то меняться мне так хорошо не так удобно а внутри себя понимаете что ну вот если если я что-то не поменяю не получится у меня дальше идти не получится как-то дальше двигаться и здесь еще знаете такое ощущение что вы как будто бы другим говорите что да мне так хорошо да не надо обо мне заботиться я сам сам с усами на все все справлюсь с собой но внутри блин понимаете что если вы не начнете сами за собой вам нужна забота вам нужна любовь внимание а вот вы как будто бы знаете отдаете это все другим людям а себе говорите что а мне это не нужно и вам люди карт ну окей не хочешь внимания не надо типа не в принципиальном не еще лучше не надо в тебя вкладываться а внутри как будто бы вы понимаете что нет мне то это забота нужна мне это внимание нужно мне эта любовь нужна то есть как бы я не обманывал других людей себя я не обман не обману мне это все равно нужно причем это знаете это ваша движущая сила любовь и забота это ваша движущая сила вы не можете двигаться дальше и вы как будто бы стараетесь сами себе это дать но вам это этого мало то есть мне здесь эта песня, только этого мало, вот что-то такое, вообще забавная информация, да, сегодня в песнях, я не знаю, у двоек настроение такое, песенки петь, праздничные, скорее всего. Здесь еще может быть такое, знаете, что вы смотрите на мир, что все как будто бы такие, знаете, самодостаточные люди, у всех все хорошо в жизни, все как-то двигаются в жизни, а у меня холод, а у меня как будто бы, знаете, все замерло, ничего не происходит, и я нахожусь в ожидании, как будто бы, знаете, чтобы пришел принц на белом железном коне и спас меня, то есть, вы знаете, я жду какого-то пробуждения, я жду каких-то перемен, но действительно, знаете, вот в преддверии Нового года здесь ощущение того, что вы ждете какого-то волшебства, что что-то такое произойдет, да, какая-то волшебная рука помощи, какой-то шанс, случится чудо в прямом смысле, и это чудо будет, знаете, как в сказке Морозка, тепло ли тебе, как Дед Мороз, бегал, да, вокруг девочки, тепло ли тебе, милая, тепло ли тебе, красивая, красавица, или там красная, как там, по-моему, говорил, да, тепло, и вот она стоит такая бедная, несчастная, замерзшая, между того, что сказать, что, блин, холодно мне, укройте меня, да, тепло, мне ничего не нужно, я типа с Японии в минимализме живу, мне ничего не нужно, вот здесь вот такое, вы знаете, ощущение, почему я улыбаюсь, потому что это, знаете, вот состояние какого-то такого праздника, с одной стороны, это горечно, потому что вы плачете, вам больно, а с другой стороны, это вот какая-то сказка, я не знаю, сюрреалистическая сказка, в которой вы проживаете, и в этом-то есть обман, то есть хочется признаться, что да, я уязвимый, да, мне нужна забота, да, мне нужно внимание, я этого не получаю, и хочется это сказать, и как-то вот вы не говорите, не проговариваете, и надеетесь, что что-то случится, здесь, знаете, такое вот ощущение, когда люди впадают в литургический сон, а потом как-то либо в кому входит, а потом пробуждается, и либо на время как-то вот смерть приходит, да, клиническая, временная, на несколько минут, и как-то вот перерождение в сознании у человека происходит, и он становится другим, да, то есть он, говорят, идет в другое состояние, да, ему как-то дают возможность на вторую жизнь, и видение, которое он видит в этот момент, говорят ему о том, что ты еще не все закончил на земле, и возвращайся, и вот возвращаетесь, приходите к жизни, и как открывается второе дыхание, и вы более уверенно уже делаете те дела, которые вам нужно сделать, да, то есть какая-то вот уверенность появляется, а здесь ощущение того, что у вас этой уверенности как будто бы нет, и вот этого вот чуда вы ждете, что вы получите эту уверенность, и с этой уверенности вы сможете говорить, высказывать о своих каких-то потребностях, о своих каких-то нуждах, и в данном случае о заботе, о каком-то расслаблении, знаете, вот в таком комфорте, уюте душевном, я не говорю в физическом плане, а именно душевном, хочется знаете как облокотиться на какое-то такое сильное плечо и чтобы вам кто-то сказал все будет хорошо я решу все твои задачи да ты просто цвети а я буду рядом вот здесь что-то такое прям какая-то такая потребность и вот таким вот вы видите этот мир сказочным сказочным безусловно мир иллюзорные но вот вашем случае он какой-то вот такой вот сказочный когда все с хорошим концом если ли они долго и счастливо да а как именно никто нигде ни в какой сказке не описывает как это долго и как это счастливо хорошо давайте посмотрим как вы видите себя в этом мире а вот вы видите себя ребенком паркану шута вы видите себя человеком таким знаете легким и вот здесь ощущение того что блин я же такой легкий я такой хороший я такой приятный почему люди вы со мной не взаимодействуете почему вы меня не понимаете почему вы как будто бы знаете не пользуетесь но с хорошей точки зрения то есть ну почему ты со мной не дружишь от меня же есть какая-то выгода да почему ты этого не видишь вот здесь ощущение какое-то такое вы видите себя в этом мире свободным человеком человеком причем знаете здесь так интересно человеком вы можете видеть я же говорю сказка потому что вы видите себя здесь каким-то победителем на именно на коне в каких-то сражениях и вот я вышел победителем опять-таки знаете а присутствует потребность уверенности не хватает вот этой уверенности главное сейчас на данный момент потребность поэтому вы видите себя что вот я так знаете легко достигая все что я хочу знаете как спрашивает иногда какие сперс свет сверхспособности ты хотел бы иметь вот у вас есть такое ощущение сверхспособность умения достигать узнаете причем не 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 в конкретном а вот смахнул волшебный палочкой и это реализовалась вот здесь что-то такое видео на чисто энергетически вы видите себя человеком волшебником хоть вышел аркан шута они мага ну вот вы видите таким знаете волшебник вот я подумал я это представил и это стало да вот это вот волшебство случилось и причем это вот все должно быть легко причем а по аркану шуту здесь отсутствие страхов и полное доверие доверие миру и высшим силам и себе в том числе и вот этого вот вот это веры в себя то что я говорил уверенности вот этого вот вам не хватает и поэтому себя вы видите как разки противоположным что хотелось бы видеть себя то есть вы себя не видите таким каким вы есть а вам здесь как будто бы трансляция идет что я хотел бы видеть себя человеком который живет вот в этой гармонии вот в этом балансе в полном доверие это человек у которого нету страха еще каким вы себя видите императора императором до который получает знаете у императора такое утверждение умение умение говорить с людьми причем не просто говорить от увердительно умение убеждать людей в своей в своей какой-то в своем каком-то взгляде не обязательно правоте а вот здесь вот это вот неуверенность я то что я говорила потребность до высказать высказать то что мне нужно и хочется хотелось вот здесь вот прям вот это вот иллюзия до сказки я вижу себя человеком который легко говорит о своих потребностях которые показывают что вот мир он такой да что люди услышьте меня здесь знаете есть на греческом языке такое выражение да когда человек говорит кассандра ну то есть кассандра была обманчивым скорее всего словом способом узнала у аполлона предсказал аполлон был еще и богом который предсказывал будущее вот это он как раз и поставил построил этот живой по-русски на ось в дельфуз дам там где эпифея сидела да этот храм храм вот он был построен в честь аполлона так вот а она каким-то хитрым путем не узнала способ предсказания у аполлона и в наказание за этот обман и хитрость да было дано такое проклятие где говорилось о том что ты будешь всегда говорить правду да и ты будешь всегда предсказывать очень верно но люди тебе не будут верить и вот здесь вот у меня такое ощущение что вы действительно как-то кассандра до говорите правду вы можете видеть предвидеть предсказывать но вам никто не верит и вот здесь вот это вот ощущение что иногда хочется быть более уверенным до человеком чтобы сказать ну как-то вот донести до другого человека эту информацию чтобы вам поверили в 10 ощущение того что вот вам как будто бы не верят и и здесь такое знаете вот вот это вот я вам кажется что если у вас будет вот это вот уверенность да вы сможете более четко и точно доносить до людей свою информацию до либо даже и в прямом смысле какие-то свои предсказания вас будут слышать но здесь ощущение того что вы хотите просто проявляться вы хотите быть заметным человеком отсюда вот это вот желание до чтобы обо мне заботились чтобы я был заметным на чтобы меня видел чтобы я был на виду потому что я неоднократно говорю здесь у меня по двойкам проходят такие прозрачные люди не как приведение а вот как знаете как этот как называется медуза медуза в море есть вот такие вот прозрачные вот вы такие да вроде бы вы и есть и в то же время вас не видит так это то как вы видите себя в этом мире что действительно происходит что действительно происходит а действительно происходит вот пятерка мечей да и вот действительно происходит агрессия действительно происходит предательство подлость действительно происходит то что вы встречаете как раз ки тех людей знаете хочется сказать несчастных тех людей которым больно в душе и они проявляют эту агрессию а вы как будто бы знаете вот под по тяжелую руку попали да бывает так когда у человека нет настроения да ему хочется побыть одному и вот всегда кто-то под руку подвернулся козел отпущения кто-то подвернулся под рукой и ты как-то сразу начинаешь срываться на этом человеке человек не виноват здесь вот ощущение того что вы встречаете как будто таких людей по пятерке мечей которые что делает им плохо и они радуются когда и другому человеку плохо и вот вы как раз и есть тот другой человек да когда возможно ну я не знаю с какие-то трудности сложности может быть почему-то переживаете страдаете вот и люди как будто бы злорадствует то есть не вашим каким-то успехом вашим негативным проявлением в мире очень много жесткости вот именно в вашем мире да очень много агрессии очень много обид очень много подлости предательств вот вот такого негативного агрессивного момента вы смотрите и неоднократно говорю здесь по урок проходят по пятерке мечей как раз таки вы же хотите быть более уверенным в себе да вы же хотите быть более сильным более решительным человеком так вот такие люди они как раз таки и делают причиняют вам больно чтобы вы выросли из своей какой-то слабости нерешительности неуверенности то есть здесь какой процесс происходит я тебе делаю больно чтобы ты восстал через это да чтоб ты себе сказал нет я больше никогда не буду принимать оскорбление унижения и через свою силу чтобы вы трансформировались и стали более уверены то есть есть люди которые обучают через доброе слово да то есть я тебя буду хвалить и у тебя все будет хорошо а есть другая категория людей которые считают что если они будут причинять другим людям больно то человек изменится ну то есть он не захочет больше жить негативе и это будет его мотивировать на какие-то более позитивные действия то есть у человека как будто бы проснется вот это вот желание доказать что это не так да и вот люди которые вокруг вас вот эти вот в мире да вот это вот агрессии и жестокости здесь как будто бы краски учат вас тому что а докажи мне да то есть как будто бы берут вас на слабо чтобы вы через это вот на слабо а стали более уверенной да вот чтобы вы прошли тот квест который нужно и стали действительно тем кем вы хотите где что-то такое происходит если честно моя чисто субъективная точка зрения я не люблю вот эти вот жестокие такие игры ну то есть но видимо здесь именно такие форматы обучения вам и подходит неприятные болезненные да здесь вопрос как раз таки доверия смотрите тройка педакли в колоде николета чиколи до показывает где девочка сидит на грибе но я так понимаю что это мухомором я могу конечно ошибаться я не разбираюсь грибах и здесь есть какое-то существо которое втерлось доверие до этой девочки вот и здесь показатель того а с кем ты вообще дружишь да кто в твоем окружении ощущение того что вы выбираете себе людей вообще не те которые ну которые можно доверять да то есть вот смотрите здесь какой еще сценарий может быть да мы выбираем себе в кавычках плохих мальчиков и девочек да только потому что в нас это подавлено и мы хотим хотим это до чтобы этого внутри нас проявилась этот темный аспект но нам не хватает смелости на это и поэтому мы видя это в других людях да вот это вот агрессию вот это вот предательство боль мы как будто бы через них проживаем это да то есть сами мы этого не можем вам вот вы мягкий человек да а вам хочется всегда быть где-то более сильным более уверенным человеком то что я рассказывала так как вы себя увидите и поэтому вы будете встречать как раз таки вот таких вот людей да как император который жесткий человек который ведет только монолог который не слушает мнение другого человека вообще в беседе мы будет пропихивать только свою точку зрения очень жесткий тот человек который отдает как я говорю целую цельные указания ты должен выполнять это это ваша потребность вот вы как будто бы через других людей компенсируете вот эту свою нужду свою потребность поэтому вы притягиваете здесь еще и вопрос доверия да то есть вы почему-то именно этим людям по каким-то причинам доверяете есть в них какие-то качества которые вызывают у вас это доверие вот но и для баланса безусловно для баланса потому что вы мягкий чувствительный эмпатичный человек вот а вас чтобы сбалансировать как раз и нужны такие вот жесткие жесткие люди смотрим дальше а на чем сейчас ваш фокус внимания башни вот башни до вышла ваш не здорово как разкина разрушение чего здорово потому что идет какое-то разрушение в данном случае идет разрушение скорее всего тех моментов которые уже отработали да должно произойти очищение очищение вашего храма да что вот это вот все наносное ушло не хочется сказать чтобы вы проявились идет разрушение того что вы проявились по семерке мечей чтобы вы показали кто вы есть на самом деле на чем идет сейчас фокус внимание вот девятка педакли девятка педакли посмотрите должно произойти разрушение вас и чтобы создали себя по девятке педакли вот здесь если посмотреть на это колоде девочка она держит лебеди зеркальное отражение не мог понять вот дело держит лебеди лебедь это всегда такой знаете а ассоциация олицетворения такого чистого чего-то существа до мочи напоминающего единорога причем преданного и ассоциация с любовью так вот девятка педакли да здесь девочка причем балерина да это танец балерина которая обнимает этого лебедя да то здесь идет преданность себе любовь к себе но не в контексте вот каких-то конкретных действий а именно знаете быть преданным себя себе любить себя вот так же нежно как идет знаете говорят же что там лебеди находят себе пару один раз в жизни вот эта вот вся история вокруг лебедей это то к чему вы должны прийти ну через ассоциативный ряд через что-то такое вот возвышенное но возвышенное это вы должны видеть не вовне а внутри себя увидеть увидеть вот эту красоту быть преданной себе быть верной себе не каким-то ложным убеждением а именно себе в 10 про чистоту про искренность классно двойка кубков и вот любовь то не здесь так здесь карты показали да когда у девочек одна коса на двоих когда есть единение это любовь к себе поэтому сейчас вам как раз таки и показывает что нужно любить себя а что в себе вот давайте я так спрошу что в себе нужно полюбить потому что как я уже сказала да ранее здесь по вот этому теневого аспекту что вы компекте комплексе компенсируете в других людях что вам темного в себе нужно полюбить на то что светлый вас прекрасно это вы наверное так догадывает что темного вам себе нужно полюбить выпадает аркан влюбленных да здесь девочка в полном таком пассивном состоянии с этим змеем искусителем здесь ощущение того что вот вам нужно полюбить какие-то свои внутренние искушения иногда знаете хочется сделать что-то неправильное и вот это вот желание не надо его подавлять по возможности да надо его как-то реализовывать иногда хочется сказать да хочется пуститься во все тяжкие вот фантазиях либо либо еще как-то но вот здесь вот это вот нужно в себе принять во первых неумение делать правильный выбор до что иногда вы делаете неправильный выбор в люди да вы выбираете как раз к себе вот таких негативных персонажей либо вы не умеете как-то вот определяться с тем что вам нужно иногда можете к себе достаточно тоже жестоко относиться что вот я не могу определиться надо что-то сделать сети мне на эту работу не идти да там я не знаю переезжать не переезжайте все мне это сложно сделать с выбором потому что все варианты мне кажется правильно и вот здесь вот этот момент тоже вам необходимо принять что еще здесь нужно вам принять в себе какой теневой аспект но что иногда вам лень что иногда вы не можете вообще как-то ну не желаете двигаться дальше что иногда вам просто хочется чтобы кто-то за вас принял решение здесь просто ощущение того что вам надо принять в себе то что вам не очень-то и нравится но не нравится вам например принимать решение быть более сильным быть более ответственным человеком так примите это то есть не не упирайте что вот это не моё да и либо это это плохо здесь нету плохо и хорошо это часть ваш вас здесь знаете по шестерки мечей темные да вот вопрос был с точки зрения темного что темное в себе надо принять в том что вы инфантильный и здесь есть карта говорит о желании двигаться дальше до в будущее взросление вам просто надо принять что я не хочу взрослеть я не говорю что вам нужно быть таким человеком вам нужно признать в себе эту часть до что она у вас есть и сказать что окей в каких-то моментах я буду инфантильной да мне это нужно мне это важно мне не хочется взрослеть и в этом нет ничего плохого просто здесь знаете как получается мы отказываемся от чего тогда я не хочу взрослеть но жизнь меня заставляет и когда он не это не получается начинает себя ругать вот вам ругать то не надо ну логично что не получится вас получится по детские не получится по взрослому то есть он как то же получится и вот здесь не надо себя ругать за результат а здесь нужно просто понять что логично результат выходит из вашего выбора а если вы это выбираете значит вам с этим муки значит и результат должен вас удовлетворять а то вы позицию выбираете вам с ней лути а результаты вы не принимаете неудись вот это вот внутренняя борьба у вас происходит причем постоянная ноги не хотите взрослеть не надо дайте себе время я не знаю как-то насытиться своим детством здесь возможно вы не прожили детство поэтому и как-то знаете ну не закрыли эту потребность то есть для того чтобы как-то вырасти из чего-то надо присытиться этим а в 10 присущения нету дайте себе эту возможность хотите поиграть используйте я не знаю в отношениях ролевые игры да где-то где я буду маленьким ребенком и буду маленькой девочку маленьком мальчиком а ты вот будешь как-то вот меня есть это восхвалять для этого и присутствует ролевые игры так как компенсация того что не не прожита найдите себе других единомышленников таких же людей которые допустим не хотят взрослеть и играйте вместе я не знаю элементарно пошел дождь на улице до лужи вам хочется как маленькому ребенку прыгать по этим лужам до подождем вот вам тикток для этого и создан снимите выложите смешно забавно и вам будет говорить что вот-вот молодцы вы еще и смелые да то есть найдите что-то такое позитивное не обязательно это вот признаете как-то от этого отказываться вам хорошо главное что было да мне тоже иногда когда нравится подождем босиком выхожу и подождем да мне все равно как будто меня смеет этого кайфово я хочу проиграть ребенка или его проиграю то есть вот здесь вот что-то такое вам так на каких событиях вы держите сейчас момент вот выпал и как раз таким мак волшебник мак волшебник который говорит о том что на своих собственных желаниях да то есть вы сейчас выстраиваете для себя свою собственную реальность того что вы хотите да то есть вы как будто бы продумываете что я хочу что я могу что я буду делать и еще один аркан мага то есть маг маг с магом маг с магом вышел на как подтверждение на каких событиях на событиях того что знаете я уже не хочу носить какие-то маски я уже хочу ощутить свободу вот этого штата что мы говорили да я уже дозрел что я по крайней мере могу свободно себя выражать знаете вот скорее всего это как цель снять маски и жить своей жизнью это тоже этап кстати взросления до выйти выйти как раз таки из четверки мечей здесь девочка сидит вот в этом аквариуме далее тесно она уже полностью не помещается она лечь там не может но все равно она сидит здесь у вас появилась уже желание как-то двигаться дальше это то что на какие события вы сейчас держите фокус внимания на на реализацию каких-то своих целей на своих каких-то меч фантазии и это здорово на самом деле да то есть вы уже молодцы уже можете себя похвалить что вот я уже могу я уже делаю по крайней мере задумываюсь об этом да я не знаю смогу ли я это сделать или нет но по крайней мере я уже задумываюсь о том как я смогу это реализовать и это классно это здорово на самом деле так такая у меня была вторая позиция переходим с вами позиция номер три сюда я положу на так и не так и не отсюда так удобно так троечки смотрим сначала моменте здесь и сейчас то помните каким вы видите мир именно сегодня завтра вы вы сможете увидеть другим понял считывая всегда момент сейчас тройки так 345 так каким каким вы видите мир сегодня семерка кубков каким вы видите мир знаете ощущение того что у боже знаете как будто бы некая такая мольба что ли идет руки знаете так подняли к небесам я не могу понять то ли что-то просите то ли хотите что-то выбрать определиться но в любом случае как будто бы обращены к высшим к высшим силам не знаю к творцу в небеса не знаю кто как называет знаете как будто бы то ли благословение то ли что-то такое просите но однозначно какой-то вот контакт с высшими силами он присутствует мы спрашиваем каким вы видите мир мне показывают что вот вы находитесь как будто бы на связи то есть для вас мир сейчас это не что-то внешне а что-то конкретное на что вы обратили сейчас свой взор каким вы видите мир на я говорю здесь знаете такое ощущение что что-то вы не понимаете что-то вы не видите здесь хочется вам какого-то прояснения именно поэтому вы как будто бы смотрите на небо еще какие-то знаки какие-то я не знаю подсказки какую-то информацию прояснения свет просвета какого-то ясности хотите что-то вам здесь непонятно шестерки пендакли что-то здесь не получилось знаете здесь такое ощущение что вроде бы все есть при мне да вот все что я хочу но при этом ощущение того что вот вы как будто бы что-то упускаете и вот вы не можете понять что это такое вот вроде бы все меня удовлетворяет все у меня есть но есть какое-то чувство не непонятное такое вот что-то ускользает причем это знаете это что-то такое маленькое но она какой-то вот такой пазл но она настолько важная что как только она станет на место все прояснится и вот вы видите мир сейчас через эту призму на сказала прояснице и выпадает солнце знаете луна и солнце вы как будто бы здесь ищите ответы на свои вопросы хочу спросить а с чем связаны эти вопросы здесь ощущение того что как взаимодействовать с миром либо это как-то связано с профессиональной вашей сферы это может быть связано со знаниями какими тогда может быть быть чему-то сейчас он учитесь действительно до процесса обучения либо кто-то лучше ищет здесь наставника какого-то себе учителя ищет человека который даст ответы либо это вот профессиональная какая-то сфера да как как я могу кто-то ищет клиентов например себе здесь утащение того что вы смотрите сейчас на мир на ответ как на ответ на какой-то очень важный для вас вопрос так как как мне быть как мне взаимодействовать с людьми здесь именно с людьми может быть какая-то модель до должна быть прояснена то есть здесь очень много не понятных таких моментов аспектов что-то что-то вот мутное такое знаете вот какой-то туман да здесь не то что здесь ложь а здесь вот какая-то какой-то туман какая-то не неясность до ощущение того что вот что-то специально как будто бы утаивается какие-то вот недосказанности может быть в отношениях с людьми такое вроде бы вы что-то одно считываете смотрите на человека он горит нет нет я не это имел ввиду вы таки в недоумении как не ты я я я же это вижу то есть знаете где-то вот каким-то подтекстом напрямую человек не транслирует но присутствует какой-то подтекст и когда вы его озвучиваете ощущение того что вам говорят это ты не придумал как на придумал я же я же считал эти знать то есть я не мог ошибиться здесь интуиция хорошо работает но вот какая-то такая либо эта ситуация какая такая непроясненная да то есть четко конкретно вам никто ничего не говорит никто ничего не объясняет здесь есть не недопонимание недосказанность непроявленность вот через призму какого-то такого момента вы сейчас смотрите на мир ладно каким вы видите себя в нем вы видите себя как туза пендакли как какая-то знаете какой-то шанс какую-то возможность которую хотите реализовать да вот здесь вот заземление чего-то нового да то есть вы видите себя как человеком который может реализовать либо какую-то идею вот акцент именно не на возможности и чем-то новым а на заземление что как будто бы вы можете это проявить в материальном мире здесь вот как-то акцент на на землю больше не на то что свыше а на землю может быть кто-то в прямом смысле считает себя в этом мире как некий я знаю подарок судьбы может быть для кого-то а может быть ну да вопрос был же как вы видите себя в этом мире как шанс да тоже какой-то вот шанс как шанс возможность может быть здесь для людей если занимаются как-то вот знаете практиками видят себя скорее всего знаете что как это сказать воплощение да как возможность для развития своей души вот здесь вот что-то такое да то есть мне дали моей душе то есть мне мне дали шанс проявиться в этом мире родиться в этом мире и вот мое рождение это был каким-то подарком да здесь может быть ну ваше рождение она была очень трудно может быть там беременностью вам было сложно либо было очень много таких моментов когда вы вообще не должны были родиться и вот ваше такое восприятие что я какой-то вот я знаю некое чудо до рожденное проявленное в этом мире вы себя видите отшельником да то есть отшельником не в плане как-то знаете человека холостого либо у человека который замыкается в себе нет а здесь вы видите себе себя как человека вот мудрого до человек который познает этот мир да здесь вот как разки связано с с каким-то поиском себя человек ищущие ищущие знания ищущие себя ищущие знаете вот как исследователь до этой жизни вот здесь какие-то глубокие такие понятия человек который проверяет себя все время на прочность человек который знаете как то вот ищущается но вот у меня здесь ощущение не оставляет меня что как будто бы вот для вашей души не прямо необходимо было это воплощение она была очень важным каким-то значащим и вот вы как-то вот себя именно сейчас моменте здесь сейчас видите как человека который специально родился в материальном мире для чего для того чтобы как-то вот знаете познать себя улучшить отточить какие-то грани своей души вот прям и вы в прямом смысле являетесь вот исследователем до исследуют что значит моя душа да вот мой характер почему именно такие грани у меня как я могу это понять как я могу это как-то вот проявить здесь ощущение такого знаете с одной стороны если вот вы вообще не занимаетесь практиками здесь ощущение человека такого приземленного с другой стороны если вот вы занимаетесь развитием ну то есть каким-то вот мастерством ремеслом да либо развитием себя с духовной точки зрения то есть вот здесь вот прям вы к этому подходите очень так глубоко да да вот как будто бы такая знаете вот осознанное у вас воплощением идет то есть вы понимаете здесь человек который ищет для чего я зародился в этом воплощении кто я что я вот здесь такие глубокие вопросы есть у вас есть особая связь взаимодействия как-то вот может быть я не знаю люди допустим там занимаются медитациям выходом в астрал или поиском ответов на вопросы до понимаешь что допустим моей души надо в этом воплощении понять вот такие сценарии да и вы прямо целенаправленно идете прорабатываете осознаете там может быть кто-то прорабатывает какие-то свои теневые аспекты вскрывает их специально ну то есть здесь такая осознанная работа да вот такого такой зрелый зрелые личности души я бы сказала на таким вы себя видите в мире а что действительно происходит что действительно происходит ну рыцарь мечей происходит ваше движение достижения какой-то цели но данном этапе вам важно достичь спрашиваю какой цели до тройки кубков какого-то праздника легкости но отдыха вы хотите отдохнуть на пожезлов да знаете вот как будто бы вы хотите немножко расслабиться насладиться своими плодами которые вы уже создали здесь вот я цвету в саду и пахну да то есть вот я наслаждаюсь наслаждением того что умею в данном случае здесь вот вы прямо поставили себе такую цель что я хочу отдохнуть да я хочу расслабиться по тройке кубков я хочу какого-то вот веселья праздника видимо устали устали здесь до устали по иерофант устали от всех этих знаний от всех этих обучения видимо знаете сейчас вот я не случайно начале сказала что это момент здесь и сейчас этап который проходите видимо очень много работали там много вот действительно что такого осознавали трансформировались менялись здесь что-то такое что сейчас дали себе какой-то вот небольшого удохащения того что я хочу вот еще вот это вот это завершу какие-то дела да надо завершить закончили а потом можно вот расслабиться конечно же в преддверии до праздников чувство такое что я сейчас просто какие-то дела докончу может быть на работе может быть там не знаю с какими-то покупками что-то нужно здесь до завершить и потом я себе позволю немножко расслабиться расслабиться вот от всех вот этих знаете ощущение того что когда на работу ходишь одеваешься особенно если там работаешь в офисе да и внешний вид он дресс-код он очень важный то здесь ощущение того что я хочу дождаться тех дней когда будет вот этот момент я буду ходить в пижаме да я не буду не то чтобы ухаживать за собой но я не буду запариваться над тем как я выгляжу да вот над боевым раскрасом для женщин до мейкапом и так далее здесь вот ощущение того что я хочу наконец-таки от всего этого отдохнуть да просто полежать посмотреть какие-нибудь фильмы расслабиться ничем не думать да не как-то вот даже кто-то хочет помолчать вот ну реально помолчать не разговаривать не то чтобы там а я имею ввиду из через смс а голосом вот как будто бы голос свой не использовать хочет так просто помолчать вот оставьте оставьте мне в покое особенно если вы здесь учителя там коуч и тренера психологи люди которые используют свой голос здесь ощущение того что вот я хочу как-то вот просто голос может быть даже там есть на артисты певцы голос хочется так расслабить отдохнуть семью показываю знаете кто-то делает эти как они называются горло когда получим здесь такое да хочу просто пополоскать может быть специально как-то вот голосовые связки расслабить а и также метафорично 5 чакра до которая связана как раз таки с учительством с передаванием знаний вот с видением мира да и коммуникации с учителями вот здесь тоже этот момент может быть прям вот хочется отдохнуть от обучения вот от всех этих уроков от всех этих сценариев ну здесь вот по-разному но однозначно отдых так это был вопрос что действительно происходит в мире на на чем сейчас ваш фокус внимания дьявол второй раз дьявол выпадает ваш любимый дьявол троечки на чем сейчас фокус внимания на дьявол и о чем нам здесь говорит дьявол да какую свою грани он показывает вам сейчас обнуление аркан шута да здесь идет фокус внимания обнуление обнуление материального какого-то мира на может быть кто-то здесь окружение свое хочет изменить отозначно может быть здесь хочется завершить какие-то контракты контракты как духовные так и в профессиональной сфере может быть да здесь идет завершение кто знаете может быть кто-то там и на разводится что такое да вот хочется причем знаете контракт он должен быть завершен вашу пользу как у как какое-то по крайней мере такое желание есть обновление каких-то связей обновления своего окружения здесь идет вот реально обновление адаптация к новой какой-то реальности это реальность может быть и материальной дату например на новую работу кто-то перешел до новый какой-то вот заработок хочу себе поставили цель до хочу чего-то нового достичь то здесь обновление идет реально материального я имею ввиду физического плана тушку кубков здесь фокус внимания на принятие принятие всех абсолютно своих граней теневых я имею ввиду каких-то аспектов да то есть человек как будто бы хочет родиться заново через принятие знаете вы здесь кто-то может быть действительно работает на тем чтобы как-то вот возвращением частиц своей души да то есть я хочу себя собрать по частям я хочу собрать все свои кусочки воедино я хочу собрать все свои грани воедино знаете чтобы вот как-то вот принять себя принять здесь вот целостность какая-то должна быть и вот из этого должен должно родиться что-то новое и это вот физическом мире как раз ты можете выглядеть то что вот я везде точки должен поставить да то есть завершить с кем-то расплатиться кому-то долги отдать кому-то какие-то вот выплаты вот все всем завершили все контракты все что кому должен отдал то что должны были мне тоже получил все и я начинаю заново вот здесь вот как-то так мне показано что есть вот много разных точек и как будто бы они подтягиваются собираются как-то вот воедино это то на чем вы держите сейчас фокус внимания но в данном случае это касается вас десятки педакли это знаете вот десятка педакли здесь как раз ки девочка выходит я вам покажу она на на шоке вот и она выпрыгивает из этой карусели и здесь смысл такой что идет завершение вот каких-то сценариев да то есть когда нашелся способ да что в принципе ну нереально из карусели как-то вот выпрыгнуть да потому что это все таки качели до какой-то сценарий но здесь вот появился какой-то шанс какая-то возможность завершить выйти выйти из этого всего из каких-то своих сценариев это то на что на чем вы держите акцент ну я сказала как и с точки зрения развития да кто-то может быть не занимается развитием здесь вот реальный физический план так на каких событиях давайте посмотрим вы держите ну вот туз туз жезла до начинания здесь у кого-то какие-то желания новые появились дали бы вы задумываетесь о них кто-то реально хочет как-то знаете вот очень ярко выглядеть да как-то проявиться показать себя заново у кого-то появились какие-то амбиции да по карьерному росту здесь может быть желание как-то знаете вот начать жизнь заново импульс какой-то вот нам начинание чего-то нового прям покажу папа пашу кубку знаете на каких событиях реализацию своих каких-то идей меч вот вы прям я не знаю кто-то пишет кто-то пишет из вас письмо деда мороза да либо этот вышлист да то есть лист со своими пожеланиями хочу на новый год вот это вот это вот это да здесь вот реально что-то такое есть поэтому держите фокус внимание да на каких событиях на рождение чего-то нового чего-то нового это должно быть может быть детские какие-то мечты тоже есть да может быть кто-то реально хочет принять какие-то спа-процедуры да как это называется а я не знаю почему не это показывает сейчас это всплыло знаете есть такой этот как это называется фло сложно объяснить какой-то такой знаете вот аппарат и не помощью как называется аппарат в котором есть такая очень теплая вода и она соленая то есть она перегружена солью и когда заходишь в это помещение где есть этот аппарат свет полностью выключается да там такая вот изоляция звука звукоизоляция ты погружаешься вот в эту теплую воду очень соленую из-за что она насыщена солью ты всплываешь да и у тебя возникает вот это вот ощущение внутриутробного существования да когда вот в животе матери ты вот в этих водах да они теплые приятные при этом звукоизоляция и света нет полная темнота и вот и вот целый час пребываешь в этом состоянии да и ну для практиков это конечно же здорово снова прожить этот момент то есть есть я не знаю почему мне это показали может быть это вот если вы еще не пробу я не помню как это называется поищите в интернете что-то связано с как это поплавок flow flow ну то есть пребывание сверху воды вот какие-то водные здесь процедуры у меня тоже идут еще какие события ну знаете вот события события между как будто бы между двух миров до либо между каких-то двух состояний вот вы держите баланс то есть уже готовность пойти в новое да вы уже готовы и вы уже совершаете какие-то действия уходя от старого идете во что-то новое но вы в процессе да вы держите баланс баланс вы вот прямо сейчас на грани рыцарь мечей на повторе выпало цель себя какую-то поставили что это за цель ну прийти к королеве кубков знаете прийти к любви вот если это так вот вообще банально а так принять у себя я бы сказала принять у себя исполнение каких-то желаний вот вы на на этом держите да у кого у кого что у кого любовь у кого достижение каких-то своих целей желаний а у кого-то действительно вот на принятие себя на собрание себя на целостности себя так вот такой у меня был и третий вариант собираю собираю карту какой-то я вот эту поставлю сверху я хотела сказать забыла поблагодарю таню за идею к раскладу меня еще много разных идей в пятницу пятничном разборе хочу все знать будем рассматривать как раз кипра любовь посмотрим я благодарю вас за вопросы кто писал в разделе сообщества да как раз кино тему расклада любви некоторые вопросы я взяла некоторые нет потому что но они мне кажется слишком личные и вот в контексте именно пониманию что такое любовь не совсем подходит потому что мне вот важно общее такое понимание до более абстрактное масштабное нежели в контексте вот прям ну очень личных каких-то моментов вот кому интересно пятничные разборы ждите этого расклада кому нет как показывает последнее время знаете я и такой вот упертый человек если у меня родилась эта идея я в нее верю что со временем причем с долгим временем здесь вот знаете меня прям меня лично проверяет мое терпение насколько хватит да то есть когда ты видишь то ну нету такого большого отзыва на именно такого рода расклады ну потому что не всем это нужно вот то возникает вот этого желания бросить но вот это мое внутреннее какая-то упёрство да мой внутренний дьявол одержимый этой идеей говорит нет продолжай внутренний голос как нет продолжай придет время люди поймут еще не время что-то здесь такое происходит ну ладно прощаюсь с вами до следующего расклада всем пока пока